Друзья, рады приветствовать вас на нашем канале! Внедорожник Lada Niva на рынке с конца 70-х годов. Причем его внешний вид за это время практически ни разу не менялся, что однако не мешает ему оставаться востребованным на рынке. Ценится, правда, он больше не за свой утилитарный дизайн, хотя имеются среди соотечественников, кто действительно выделяет автомобиль именно за этот лаконичный стиль. Популярность Niva в первую очередь обусловлена ее внедорожными характеристиками, с которыми не могут поспорить современные модели данного класса. При этом по оснащению российский автомобиль смотрится крайне скромно. Соответственно, внедорожник пользуется особым спросом у тюнеров, так как творить с ним можно что угодно, внедряя более современные детали в его конструкцию. Недавний проект смотрится особенно необычно, где автомобиль внешне приобрел более технологичный вид, а внутри практически полностью преобразился. Но перед тем, как мы продолжим, не забудьте подписаться на канал. У нас много интересного. Выше уже говорилось, что ценится Lada Niva в основном за ездовые характеристики и отличные показатели по проходимости, хотя и внешность ее заслуживает внимания. В частности, автомобиль часто встречается в тюнинг-проектах, где за счет незначительных модернизаций можно получить абсолютно другое транспортное средство. Так недавно один из автолюбителей решил придать внедорожнику больше технологичности и роскоши. Если первое хорошо прослеживается в его дизайне, то второе в салоне. Надо сказать, интерьер в белом цвете с хромированными вставками смотрится особенно стильно. При этом техническую часть внедорожника умелец менять не стал, сохранив его характеристики на прежнем уровне. Перед тем, как продолжить рассказ о преобразовании внедорожника, стоит слегка окунуться в его историю. Изначально автомобиль задумывался для использования в сельском хозяйстве, где, как известно, часто приходится передвигаться по выраженному бездорожью. Сам проект стартовал в 1969-1970-х годах, хотя по факту Lada Niva встала на конвейер только в 1977 году. Удивительно, но она до сих пор выпускается, но под другим названием – Lada Niva Legend. Если же говорить о внешнем виде внедорожника, то он сохранился практически без изменений. Тем не менее, автомобиль до сих пор востребован и пользуется неплохим спросом. Имея перед современными богато оснащенными моделями явное преимущество. В частности, он способен проехать практически везде. Итак, что касается данного тюнинга. В этом исполнении для Niva была поставлена задача приблизиться к премиум-классу, что уже само по себе звучит нереально. Тем не менее, умелец смог за счет довольно простых действий сделать внедорожник роскошнее, не внося коррективы в его техническую часть. Как уже говорилось выше, подвеска и другие детали ходовой части не претерпели каких-либо кардинальных изменений. Хотя перед тем, как приступить к обновлению кузова, все ключевые узлы были проверены на качество. Проведена была и соответствующая обработка от возможного появления следов коррозии. Сразу стоит сказать о том, что отказываться от узнаваемых очертаний Нивы умелец не стал, но внес некоторые коррективы. Так дверные карты стали абсолютно гладкими, что придает его облику немного футуристичных ноток. Отсутствие стандартных ручек смотрится непривычно. Вместо них владелец установил электрозамки. Надо сказать, такой подход носит вполне практичный характер, так как такой механизм намного надежнее, чем механический. С другой стороны, их эксплуатация должна быть более аккуратной. Несмотря на определенные сложности, за счет такой незначительной детали автомобиль стал смотреться намного интереснее и современнее. А перед тем, как продолжить наш рассказ, нам хотелось бы узнать ваше мнение о данном проекте. Нравится ли он вам? Согласны ли вы с решением умельца, сохранив прежний утилитарный внешний вид, сделать внедорожник Lada Niva визуально технологичнее и роскошнее внутри, использовав более качественные материалы в сочетании с белым цветом, как внутри, так и снаружи. Или сделали бы по-другому? Напишите, пожалуйста, в комментариях. А мы продолжаем. Стоит отметить, что модернизации внешнего вида не ограничились только дверями. Так, внедорожник приобрел новые пороги, которые позволяют с максимальным удобством усаживаться на сидение. Колесные арки были расширены, что подчеркнуло брутальный и внедорожный характер автомобиля. Фары головного света и задние фонари получили светодиодное наполнение, что также сделало его намного современнее. По сути, этим модернизации Niva и ограничились. Поэтому особенно необычно смотрится то, что умелец установил на двери багажного отделения шильдик от немецкого спортивного подразделения AMG. С другой стороны, он точно не останется незамеченным, чего, вероятнее всего, и добивался мастер. Да и немного экстравагантности ему точно не помешает. Ну и самое интересное предложено именно внутри автомобиля. Речь в данном случае идет не о подкапотном пространстве, а о салоне. Первое, что сделал умелец, это полностью заменил отделку. Для этого была использована натуральная кожа белого цвета, что только подчеркнуло уникальный стиль автомобиля. Помимо этого, такой оттенок придает интерьеру больше уюта, хотя говорить о практичности не приходится. Материал довольно маркий, поэтому придется озаботиться средствами дополнительной защиты, либо намного чаще обращаться в сервисы по уборке и мойке салона. При этом кресла оставлены без изменений, что создает определенный диссонанс с оформлением центральной консоли и присутствием других опций. Так внедорожник обзавелся двумя дисплеями на торпедо, где один выполняет функции приборной панели, а второй является мультимедийной системой. При этом крышка бардачка была облагорожена, как и дефлектор системы кондиционирования. Ниже имеется еще один отсек, в котором можно хранить некоторые полезные вещи. Под экраном мультимедиа расположилось несколько клавиш физического типа, посредством которых активируются встроенные опции. Помимо этого, со стороны водителя появился новый руль, который смотрится намного удобнее, чем родной. В оснащении внедорожника также значится аудиосистема с более мощными динамиками. И самое главное новшество, которое сложно представить в сочетании с компанией АвтоВАЗ. Речь идет о двух дополнительных дисплеях, которые встроены в подголовники передних кресел. Это особенно удивительно, так как использовать автомобиль владелец планировал в прежнем формате, отправляясь в поездки по довольно сложным дорожным участкам. С другой стороны, экраны пригодятся в моменты отдыха. Тем более, необычно смотрится то, что на полу остался всего лишь один рычаг переключения передач. В сочетании с технологичной центральной консолью это выглядит весьма оригинально. Вероятнее всего, управление раздаточной коробкой в новом исполнении у внедорожника Lada Niva осуществляется посредством встроенных в торпедо клавиш. В целом, такой формат исполнения намного удобнее на практике, поэтому имеет место быть. Отдельно стоит сказать о том, что для модели сохранена система полного привода. Если же говорить о технических характеристиках внедорожника, то они не изменились. Под капотом Lada Niva установлен двигатель на 1,7 литра, отдача которого не превышает 83 лошадиных силы. Тяга соответствует показателю в 129 ньютон-метров. Такие значения смотрятся особенно необычно в сочетании с более современной внешностью с выраженными нотками роскоши и технологичности. Что уж говорить, если даже в салоне внедорожник приобрел ряд несвойственных для него опций комфорта, тогда как в техническом плане остался прежним. С другой стороны, тяги данного двигателя вполне хватает, чтобы справляться с серьезным бездорожьем. Да и полный привод в сочетании с механической коробкой переключения передач обеспечивает слаженность работы в сложных условиях. Поэтому решение оставить все без изменений здесь вполне понятно и объяснимо. В какую сумму обошлись данные модернизации неизвестно. Хотя говорить о каких-либо серьезных затратах не приходится, так как приобрел внедорожник не так уж много новых деталей. Тем не менее, даже такие простые модернизации позволили сделать Ниву намного интереснее, да и практичнее. С другой стороны, уровень безопасности внедорожника остался прежним. Речи в данном случае не шло о внедрении современных систем защиты и прочих помощников. Автомобиль преобразился преимущественно только внешне и внутри, за что его, кстати, чаще всего и критикуют. Дизайн у внедорожника действительно уже морально устарел, поэтому даже незначительные, как в данном проекте модернизации, уже придают ему лоска и стиля. Внутри же стало не только уютнее, но и комфортнее. Хотя поездки в таком салоне по грязи смотрятся немного кощунственно. Можно предположить, что все-таки автомобиль чаще будет эксплуатироваться в городе, чем в лесу и прочих непроходимых местах. На этом наш рассказ о модернизации внедорожника Lada Niva подошел к концу. Благодарим за просмотр. Поделитесь в комментариях вашим мнением по данному проекту. Стали бы вы делать внешний вид Niva и салон технологичнее и роскошнее, сохраняя ее технические характеристики на прежнем уровне? Или сделали бы по-другому? Понравились ли вам внесенные в автомобиль модернизации? Будет интересно узнать, что вы думаете об этом проекте. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. И всем удачи!